Всем доброго здоровичка! Перед вами вот такая вот тарелка с зеленью. Это вся зелень, которая растет по состоянию именно сейчас. Это 20, простите, 21 июня. Вот эта вся зелень растет сейчас у меня на огороде. Я решил сделать вот такой небольшой обзор, потому что практически ежедневно тот или иной вид зелени я употребляю пищу. Вот сейчас я отставлю тарелку с тормой и буду вам по очереди раскладывать и показывать и рассказывать. Итак, начну свой обзор с такой травы, которую не все любят, эту зелень. Очень ароматную, я обожаю. Опять же, все, что я сейчас показываю, о чем я сейчас говорю, все это люблю. Первая трава, которая растет у меня, которую я регулярно употребляю пищу, это кинза. Вот такой вот у нее. Внешний вид. Очень похоже на петрушку, но это совершенно другое. Это у меня сейчас молодая уже какой-то, не помню, уже третий, по-моему, урожай кинзы. Очень быстро, скажем так, состаивается, поэтому нужно регулярно сеять. Каждых, например, там, две недели. Следующая зелень, это сельдерей. Сельдерей. У меня два вида. Есть черешковый, есть корневой. Опять же, хочу обратить внимание, что очень часто трава у меня очень маленькая, потому что она просто не успевает физически отрасти до больших размеров. Сельдерей я всегда употребляю пищу регулярно, в салаты он у меня идет, поэтому, как бы, место на огороде ему всегда находится. Еще одна трава, традиционная, наиболее популярная, и ее все знают. Это петрушка. Говорить что-то о петрушке, наверное, не стоит, потому что все ее знают, и с ней все понятно. Иду дальше. Еще одна трава, это рукола. Я обратил внимание, что рукол очень много. У меня, например, наверное, сорта 3 росло в этом сезоне на огороде. Еще обратил внимание, что чем темнее лист, тем более ароматной рукола является. И рукола, выращенная на огороде, существенно отличается по вкусу и по аромату от той руколы, которая продается в супермаркетах или в магазинах, в таких коробках, в салатных наборах. Я там понимаю, выращивают или методом гидропоники. Опять же, если есть даже гидропоника или на земле, все равно, наверное, в теплице. Поэтому она такая более бледная, и запах у нее не такой резкий. Хотя это запах, как говорится, на любителя. Еще один представитель травы, которая растет у меня на огороде, это салатная горчица. Опять же, горчица бывает разных видов. Бывает такая зеленая. Опять же, я говорю о салатной. Хотя и обычную горчицу тоже, молодые стебли, можно употреблять в пищу. Кстати, все, что вы здесь видите, я употребляю сырым. У меня растет сейчас вот такая вот, не знаю, видно вам на камеру или нет, она такая более фиолетовая какая-то. Вот такая. Листы бывают большие, а бывают маленькие. Вот это что-то такое среднее. Тоже в салат имеет такой пикантный вкус. Очень вкусная, мне нравится. Хотя островатая. То есть вы ее в режиме моно, то есть одну, простите, ругалу, одну горчицу вы есть не будете, потому что она такая пикантная. Еще один представитель, точнее два, хотя это одно и то же. Очень кто имеет огород, кто покупал на базаре или там в супермаркетах молодой красный буряк, как говорят у нас в Украине, или свеклу. Красную, тот очень может сразу сказать, что это, тот скажет, что это листья свеклы. Но на самом деле это не свекла, хотя это по сути, наверное, и свекла. Это мангольд. Такое растение, у которого черешки употребляют в пищу. Вот этот мангольд с такими вот красными прожилками, очень похож на свеклу. У меня супруга, когда увидела, говорит, зачем ты посеял свеклу. Она у нас как-то не растет. А на самом деле это мангольд. Вот такой есть и есть вот такой. Тоже похож на свеклу кормовую, очень похож. Это небольшие листочки, они бывают, как бы, потом, когда вырастает растение, больше, большие. Вот этот мангольд, такой, имеет нейтральный вкус, чем-то похож на салат, а вот этот мангольд, какой-то более такой пряный, островатый. Впервые я вообще посеял мангольд, доволен и, наверное, буду дальше этой культурой заниматься и ее культивировать. Еще одна зелень двух видов. Это листовая капуста или кейл или кале. У меня растет два вида. Есть такая вот зеленая. Опять же, листочки-то небольшие, потому что они не успевают. Площадь огорода не позволяет много садить кейла или листовой капусты. Поэтому кустов немного, но я их регулярно подчищаю, подъедаю. Есть такая вот с фиолетовыми, такими прожилками капуста. По вкусу практически ничем не отличается. Единственный минус у этой капусты, что ее больше любит тля. А так, по вкусу они одинаковые, как говорилось в одном фильме. И, наверное, последний, да, последний представитель зелени, это салат. У меня салата в этом году росло три сорта. Один какой-то неудачный айсберг, который завязывается, такие кочелишки. А вот сейчас есть вот такой лист салата у меня. Такой круглый он вообще. Вот, допустим, вот это одно и то же вот слева. А вот справа вот такие листы у него. Что тот, что тот по вкусу почти одинаковые. Хотя вот этот салат, не знаю, как он называется, к сожалению. Он такой более нежный, мягкий такой. Вот такой вот небольшой обзор зелени. Того, что у меня растет. И то, что я и моя семья употребляем пищу. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.